Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами одним рецептом на скорую руку. Блюдо очень простое в приготовлении и относительно быстрое в готовке. Все, что нам необходимо, это смешать продукты, замесить тестом и обжарить. Для приготовления нам понадобится кефир, яйца, сахар, соль. Для начинки я взяла колбасу, зеленый лук, мука, сода. Первым делом я подготовлю начинку. У меня зеленый лук. Я взяла 3 штучки. Его можно заменить или дополнить зеленью. Мелко шинкуем. Небольшой кусочек колбасы нарезаю мелким кубиком. Теперь переходим к тесту. Кефир должен быть комнатной температуры. У меня из холодильника, поэтому я его чуть подогрела. Соль, сахар, одно яйцо. Перемешиваем. Добавляем начинку. Нарезанную колбасу и зеленый лук. 3 столовые ложки муки, сода. Перемешиваем. Муку вводим постепенно. Кстати, из такого теста можно обжарить даже оладушки. Будет очень вкусно. Но я хочу, чтобы тесто было более плотное, как на пирожки. Поэтому продолжаю его вымешивать. Теперь уже на рабочей поверхности. Когда тесто будет держаться одним комком, делим его на две части. Оно будет липковатым. Припыляйте рабочую поверхность и само тесто мукой. Руками формируем ровный круг. Диаметр примерно такой же, как у сковороды, на которой будете готовить. Делим тесто на 6 равных частей. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и нагреваем на среднем огне. Отправляем в заготовки. Когда подрумянится с одной стороны, переворачиваем. Готовлю под крышкой. Готовые пирожки выкладываем на салфетку, чтобы стек лишний жир. Подаем горячими, со сметаной, чаем, либо ко вторым блюдам. Получается очень сытно и вкусно. Начинки в этом блюде можно менять. Готовить из всего, что есть в холодильнике. Друзья, а что бы вы добавили в такие пирожки? Пишите в комментариях. Делитесь видео в соцсетях. И не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok